Мы хотим рассказать о городе, который очень любим. О большом городе, где многие из нас родились, провели детство, нашли свою судьбу. Даже те, кто никогда не был здесь, любят наш родной город. Это вечно живая, неисчерпаемая тема для размышлений, для бесед, для мечтаний. Не правда ли? О Москве и москвичах. И мы пошли бродить с киноаппаратом по Москве. Решили поделиться с вами тем, что мы увидели. И вы увидите это тоже. Несколько часов жизни нашего города, несколько листков из нашего общего блокнота. Субтитры создавал DimaTorzok Кто из нас не любит шумы вокзалов с их особенной жизнью, где слышится песня паровозных гудков, мчащихся поездов, и песня, которой столица встречает гостей. Добро пожаловать в Москву, мы говорим друзьям, Открытые двери заходите в каждый дом. Добро пожаловать в Москву, веселым берегам, Мы окружим вас и заботой и теплом. Добро пожаловать в Москву, а мы приедем к вам, Без переводчика друг друга мы поймем. Добро пожаловать в Москву, мы говорим друзьям, Открытые двери заходите в каждый дом. Добро пожаловать в Москву, веселым берегам, Мы окружим вас и заботой и теплом. Добро пожаловать в Москву, а мы приедем к вам, Без переводчика друг друга мы поймем. И кто бы ты ни был, тебе навсегда запомнится Первая встреча с нашим городом, древним и юным. Мы лучше поймем этот город, почувствуем его очарование, Если придем на улицы и набережные, Когда дремлет река и едва забрежжил рассвет. Одни провели всю ночь, наблюдая за далекими звездами. Другие и не заметили, как они погасли в московском небе. Пришел рассвет, правда свой, электрический и под землю столицы. Даже в нашем городе мы многого не замечаем. Отсюда газ идет в квартиры москвичей. В тишине раннего утра, кажется, камни говорят с тобой. И в самих названиях старых улиц Ты вдруг встречаешься с Чайковским, Герцевым, Чеховым, Горьким, Со священным для нас прошлым Россией. В такой вот час под листвой Тверского бульвара порою отдыхал Пушкин, Возвращаясь из английского клуба после встречи с друзьями. Неподалеку отсюда и дом старого рудого пасечника. О многом напомнит на пути к Марьиной рощи и этот старый дом. В Хамовниках долгие годы жил Лев Николаевич Толстой. А это улица Блистоганки, слышал о шаге Маяковского. С полкона на Советской площади в годы интервенции гражданской войны говорил Ленин. Товарищ гостарный, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Отсюда ленинская мысль несла с над всей революционной страной. Шесть часов. Наступило московское утро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Идут автозаводцы, краснопролетарцы, люди серпа и молота, фрезера, калибра, трехгорки. Москвичи, рабочий народ, принимают утреннюю смену. По знакомой дороге к родному заводу. По-своему и здесь тоже трудовое утро. В интернате порядок прежде всего. Правда, не все удается сразу. Мы оказались и во дворе обычного, ничем не примечательного московского дома. Нам хотелось запечатлеть простые сцены, знакомые каждому. Утром всегда некогда, и люди не замечали нас. Но все-таки, барышня, нужно вставать хоть чуточку раньше. Ведь занятия в учреждениях начинаются точно в положенный час. Операторы не поленились забраться и сюда. И не пожалели об этом. Мы встретили тех, кто работает под самыми облаками. Потом мы спустились вниз, где есть свои художники. Они рисуют прямо на асфальте. Жители большого города знают, как полезен этот рисунок. Одни москвичи имеют дело с деревом, другие с металлом. Вот уже Василий Рябов, сталевар серпа и молота, дает первую плавку этого дня. И на прокатный стан пришла московская сталь. Какова же судьба такого раскаленного пуска? У нас не хватило бы ни времени, ни пленки, чтобы рассказать о сотнях заводов столицы, где его ждут. Ведь одна Москва производит больше продукции, чем в 13-м году производили предприятия всей старой России. Ждут эту сталь и нежные руки Нади Глотовой. Так создаются тысячи вещей, нужных стране и полезных нам с вами. Ни на минуту не останавливается прокатный станок. Сталь нужна всюду для производства станков и целых автоматических линий, где простое нажатие кнопки на пульте заменяет десятки человеческих рук. Знакомая марка, марка Москвы. Теперь мы в кузнечном цехе завода маловитражных автомобилей. Внимание! Мы присутствуем при рождении москвича. Когда вы удобно откинетесь на спинку автомобиля, не забудьте о многих москвичах, которые делают москвича. А знаете кто его делает? Люди многих специальностей и профессий. И среди них сборщик Борис Матосов. Он студент третьего курса машиностроительного института. И дядя Вася, товарищ Батурин, шеф-повар с дворской столовой. И электрик Николай Митрейкин. Лоск новой машине придает полировщица Мария Савина. И даже здесь, в тихих комнатах заводского детского сада, помогает выпускать автомобили. Да-да, пока мама на заводе, Галина Каменцева здесь главная мама. Здесь немало забав, но есть минуты, когда можно сосредоточиться и спокойно подумать о жизни, о будущем. Вот и родилась машина, которую мы ласково называем «Москвич». Выйдем вместе с ней на улице города. С момента рождения москвича прошло всего несколько минут, а он, смотрите, уже освоился с новой для себя обстановкой. Помните Москву ранним утром? Теперь она совсем другая, правда? Стоит лишь выйти в разгаре делового дня на магистрали столицы, на ее мосты, широкие как проспекты, и вас сразу захватит и увлечет стремительный ритм городской жизни. Осторожней, девочки, ну разве можно так? Давайте вольемся в поток москвичей, присмотримся к тем, кто уже давно живет здесь, и к тем, кто, может быть, только недавно приехал сюда. Кого только не встретишь в столице, особенно летом, из всех республик, из всех городов нашей страны, многих можно узнать по их национальным нарядам, пестрым и веселым. Для них Москва тоже свой родной город. Тут многое напоминает о том, как зарождался древний град России, как отвагой и мудростью собирателей государства российского росло век от века величие нашей Родины. В Кремле, кажется, сама история беседует с тобой и пробуждает уважительную мысль о богатырском таланте старых мастеров, искусных литейщиков, вдохновенных зодчиков. Здесь, в Кремле, в самом сердце столицы, народные избранники решают важнейшие дела своего государства, намечают планы на будущее. А порою хозяевами в этих залах становится молодежь, юность нашего города. Во имя их счастья шли на штурм старого мира отцы и старшие братья. В далеком уже 17-м году вошел в Кремль через Никольские ворота восставший народ. Площади и улицы Москвы хранят память о баррикадах Пресни, о революционных боях 905-го года, об Октябрьских битвах, о рабочих дружинниках Трехгорки. Они обороняли свою пролетарскую крепость с такой доблестью, что царские войска в течение 10 дней не могли одолеть восставшую Пресню, охваченную заревом революции. В музее революции, в мраморе и бронзе воскресают подвиги героев. Люди старой гвардии, они и сегодня вместе с нами. Владимир Алексеевич Горшков был дружинником 905-го года. Он и теперь часто бывает на Трехгорке и слушает его те, кто наследует революционную славу отцов. Есть в музее и портрет Глафира Ивановны Акуловой Теодорович. Большая жизнь у этого человека, агента ленинской искры, большевика-подпольщика, одного из строителей молодого советского государства. Старого большевика Николая Николаевича Баранского мы встречаем сегодня в аудитории Московского государственного университета. Жизнь его не только жизнь ученого-географа. В глазах молодежи его жизнь это романтика бесстрашной революционной борьбы. И эта романтика зовет к себе юность мира, помогает жить и учиться студентам Московского университета, детям многих народов. Откуда же вы приехали в Москву? Теперь могу разговаривать по-русски. А я из города Горького. А я из северного Казахстана. Я из Италии. Я из Италии. А я москвичка. Я из Пекина. Моя родина Ярославль на Булке. Моя родина Корея. Я из Горного Ахтая. Я проехал с Украины, с местья Краснодон. А я из Тилашевина, Брянская область. А я из Ашхангельской области, с родины Ломоносова. И стал Михаил Ломоносов земляком всех студентов Москвы. Каждый год он зовет к познанию науки новых и новых студентов. Они идут на первую, самую первую лекцию в юнце первокурсный день. До окончания университета целых пять лет. Еще пять раз они увидят, как приходит в Москву осень, с ее золотой листвой, с переливами красок, столь милых всем, кто с малых лет умеет говорить с природой на ее языке. Пять раз встретят они зиму в Москве, увидят с серебряной иней на камне, дым к морозного дня. И будут радоваться наступлению весны с ее первым цветением. А там и раннее лето заявит о своем приходе лебяжим пухом московских тополей. А там, знакомая нам всем, чуть тревожная пора перед экзаменами. Сколько раз будут пережиты волнения в конце каникул, когда песок на аллейке перед университетом превращается в листок из тетради по математике. А потом, разлетятся они из университетского гнезда во все концы страны. На первый взгляд, это выглядит очень буднично, просто. Какая же романтика в том, что пассажиры с их немудрым багажом торопятся к поезду на одном из московских вокзалов? А ведь о них уже сложены песни. Это они, расставаясь с любимой столицей, покидая то, с чем сроднились с малых лет. Это они, юные москвичи по призыву партии, родины, отправлялись далеко на восток, на пустынные еще безлюдные земли, чтобы вырастить на целине богатырские урожаи, чтобы зажечь огни новых электростанций, новых рудников и заводов. Так они уезжали, оставляя родных и друзей, прощаясь с теплом московского дома. А мы вернемся с вокзала в город, где под каждой крышей своя жизнь, свои радости и заботы. Давно, еще в 26-м году, в районе Усачевки, на Кооперативной улице, выстроен этот дом. Обыкновенный московский дом. Сколько окон, сколько квартир. И за каждым окном привычным кругом идет скромная и кажется ничем не примечательной жизнь его обитателей. Мы решили поближе познакомиться с жителями этого дома. И, пользуясь редкими солнечными днями нынешнего дождливого лета, мы начали наши съемки. Мы узнали, что здесь живет профессор Павел Ланч Попов и секретарь-машинистка Анна Александровна Ульянова, монтердому управления Александр Дмитриевич Кузьмин и поэт Алексей Марков, тот самый, чья поэма о Ломоносове не так давно была напечатана в огоньке. Люди разных судеб, разных профессий, разного возраста. Но не всегда здесь бывает так тихо. И сюда доносятся спортивные страсти, вышивавшие на стадионах Москвы и даже Мельбурна. В дворовой команде есть свои Яшины, Сальниковы, Симоняны. Внимание! Удар! Но мяч летит значительно выше ворота. Иногда обсуждение матча вызывает оживленный обмен мнениями среди завзятых болельщиков. И, как всегда в таких случаях, на балконе появляется тетя Соня. 25 лет работает здесь домоуправом Софья Александровна Тулякова. Правительство наградило ее орденом Ленина. Районный врач Софья Исааковна Донина не живет в этом доме. Но уже много лет она связана с ним. И на каждом шагу встречаются ее старые и верные друзья, со многими из которых она познакомилась в первый день их жизни. В квартире номер 16 большая радость. У телеграфистки Людмилы Елены родилась дочь. Сегодня ей исполнилось два месяца. Заглянем в другую квартиру. Здесь живет семья Жориных. Доброй хозяйкой слывет Александра Васильевна. У ее внучки Леночки сейчас важный момент купания перед сном. А утром ее мама, Галина Жорина, зуборезчица, как всегда придет к станку на московском заводе ТИС-прибор, где работают токарем и ее муж Василий. У Василия Жорина есть брат, Виктор. Он электромонтер. И, конечно, нам захотелось снять Виктора в привычной ему обстановке. Чтобы познакомиться с его женой, Лидой, мы отправились на фабрику «Освобожденный труд». Супруги Жорины, Галина и Василий работают в одном цехе. И когда кончается смена, они вместе отправляются домой. Вернемся и мы в дом на кооперативе. Здесь нам довелось быть свидетелями одного события. В домоуправлении ветеранам труда вручали новые пенсионные книжки. Много потрудилась на своем веку железнодорожная стрелочница Пелагея Алексеевна Лякишева. И преподаватель математики Иван Степанович Мужичков. Старый литератор Павел Семенович Викторович. Учительница химии Мария Степановна Починская. Банщик Павел Филиппович Кондрашов. Медицинская сестра Лина Кузьмична Шнелева. Своё исполнил. Отдохни. В квартире номер один за этими окнами живет Надежда Николаевна Мешкова. Вдова художника. Надежда Николаевна была большим другом, верным спутником Василия Никитича. У них в гостях в этой квартире часто бывал один из старейших русских писателей и журналистов дядя Геляй. Все мы помним книгу Гелеровского «Москва и москвичи», в которой оживались традиции прошлого. 45 лет проработал дворником в районе Кузнецкого моста Гаврил Степанович Чиняев. На его глазах менялось лицо Москвы. Помнит он и знаменитый охотный ряд. Интересно, кто из наших зрителей знает его таким? А прежнюю Тверскую помнят многие. И помнят, как советская столица сметала каменную неразбериху старых улиц. И как на месте прежней купеческой Москвы раздвигала перед нами новые магистрали. Продолжая свой рассказ о людях Москвы, мы встретимся с ними не только на просторных улицах и площадях. Мы снова заглянем и в большие дома, и в тихие уголки внутри многолюдных кварталов. Вот рядом с площадью Пушкина есть дворик, где любит отдыхать скульптор Сергей Тимофеевич Каменков. Народному художнику РСФСР 82 года, но и сейчас он работает с юношеским увлечением. Вдохновенный порыв к творчеству он выразил в портрете неистового музыканта Паганини. Дерево – любимый материал для работы Сергея Тимофеевича. Даже мебель в квартире скульптора сделана его трудолюбивыми руками. Образ нашего времени художник стремится передать в портрете Маяковского, агитатора, горлана, главаря. Творчество. Оно и в труде хирурга. Дмитрий Алексеевич Арапов готовится к операции. Это происходит в институте имени Склифосовского. Для спасения жизни человека врачи используют каждую секунду. Задумав рассказать о московском враче, мы дежурили в институте скорой помощи. И однажды было так. Маховая против университета. Мужчину, женщину, машина будет, встречайте. Музыка. 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 Да, неудачно начались каникулы у студентки Марины Газелинской. Много было планов на отдых. И как все так неожиданно и драматически оборвалось. Каждая операция требует от хирурга полного напряжения сил, воли, ума. Но потом большая усталость соединяется с чувством радости, даже гордости. Еще кто-то спасен от смерти. Музыка. И когда главный хирург совершал обычный обход больных, мы снова встретились с Мариной Базелинской. Музыка. Все говорит о том, что Марину можно скоро выписывать из больницы. За жизнь Марины боролся один из лучших хирургов страны. Музыка. Теперь познакомимся с москвичкой Альбиной Решетниковой. Правда, она не очень знаменитый человек. Но ее знают те, кто хоть однажды доверился мастерству ее рукам. Люция Бган, ее постоянная клиентка. И они давно дружат. Как вы думаете, что их сблизило? Где они встречаются чаще всего? Музыка. Вот здесь, на подмосковном аэродроме спортивной авиации. Музыка. На этот раз клиентка была хозяйкой. А мастер дамских причесок займет место во второй кабине. Музыка. Теперь воздух на просторы нашего московского неба. Музыка. Музыка. Мы снимали Альбину в день, когда она совершила свой 120-й прыжок. А на площади Свердлова у подъезда Большого театра мы встретили еще одну москвичку, которую знают не только в родном городе. Это Галина Уланова. Настоящий талант это непрестанный труд с самых юных лет. Кто знает, может быть, одна из учениц балетной школы Большого театра когда-нибудь станет второй Улановой. И тогда судьба вознаградит радостями высокого светлого искусства. Музыка. 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 Совсем недавно Улановой аплодировал Лондон. Посланцы нашего искусства, нашего народа часто бывают гостями в других странах мира. Музыка. 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 И к нам, в Москву, приезжают люди со всех концов света. Музыка. И французские летчики. Музыка. Музыка. И спортсмены Эфиопии. Музыка. Музыка. И пионеры Чехословакии. Музыка. И обыкновенные туристы, и старые друзья. Музыка. 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 В те годы, когда Джордж Морган был впервые в нашей столице, он не смог бы увидеть этот новый уголок Москвы, выросший близ Ярославского шоссе на недавней окраине города. В городке животноводства гости увидели настоящую русскую тройку и всадника из Туркмении на чистокровном Ахалтикинце. Есть на выставке такие уголки, тоже привлекающие немало посетителей. Кто же этот гость Москвы, который с таким аппетитом пробует восточное яство? Где он живет? А чтобы застать его дома, нужно рано утром отправиться на Ленинские горы. Тут, над Москвой рекой, у подножья старинной церковки, которая вырисовывается на фоне Дворца науки, разбил свою палатку французский турист, совершающий пешком путешествие вокруг света. По-разному гости из других стран стремятся понять характер, свойства, душу советского человека. Иные по старинке видят приметы русского человека в таких вот вещах. Другие, более наблюдательные, замечают в Москве очереди у магазинов. Да-да, очереди. Их поражает, что москвичи не жалеют времени, когда идет подписка на книги любимых писателей Пушкина или Жюльверна, Пришвина или Золя. Да. Один турист писал, что москвичи пользуются каждой минутой, чтобы углубиться в книгу в любой обстановке. Водитель такси Семен Фитюков увлекся не новым романом. Он студент третьего курса заочного политехнического института. И, пользуясь затишьим на стоянке, готовится к экзаменам. Не сосчитать все библиотеки Москвы. Но одна среди них стала крупнейшим книгохранилищем в нашей стране. Здесь когда-то работал Ленин. И для нас, людей любого поколения, и молодых, и старых, живет Ленинский завет. Учиться, учиться, учиться. Москва не только столица нашего государства. Москва – столица нашей культуры, нашей науки. Нам разрешили присутствовать на заседании Президиума Академии наук СССР. Но, конечно, интереснее было увидеть ученых в их лабораториях. Директора Института химической физики, академика Николая Николаевича Семенова, мы застали за работой. Ему недавно присуждена Нобелевская премия. В лабораториях, где открывают волшебные тайны атома, мы увидели прибор самого фантастического вида. Механические руки бережно и ловко выполняют тонкие операции в герметическом боксе, где обрабатываются вещества, вредные для человеческого организма. Чудеса науки. Сокровища культуры. Этих людей, что спешат по тихому московскому переулку, ждут незабываемые минуты у картин Третьяковской галереи. В этих залах собраны бесценные творения русских художников. Они помогают нам глубже понять красоту русской природы, одухотворенной и скромной. И красоту нашего человека, жизнелюбивого, смелого, всегда готового к подвигу. Тут оживает перед нами былая Москва с ее забытыми уголками. Из бульвара, существующего теперь только на холсте старого художника, мы возвратимся с вами на нынешний бульвар Москвы. Не торопливо пройдемся здесь или присядем на скамейку, присмотримся к людям. Они, как и мы, пришли отдохнуть, рассеяться от привычных забот. В бульварах московских зеленых Так чудесны закат и рассвет Для студентов, детей и влюбленных Лучше места, наверное, нет Весенье Весенье И осенье И осенье Бульвары, Тархи, Москвы Бульвары, Москвы Свиданья Ожиданья Прощанья Обещанья Под лосковой сенью Лесны По тенью Лесны Свиданья Ожиданья И прощанья Под лосковой сенью Лесны Если стану когда-нибудь старым На знакомой с коллеги в тени Буду я на московских бульварах Проводить свои тишие дни Весенье И осенье Бульвары И парки Москвы Свиданья Ожиданья Прощанья Обещанья Под лосковой Сенью Лесны Лесны Свиданья Свиданья Ожиданья И прощанья Под лосковой Сенью Лесны Пожалуй, самое голубиное место в Москве Манежная площадь Жарка Жарка Пунчи Тоже решил немного проветриться Есть у него знакомый маршрут Да, тут одним стаканчиком не обойдешься А кто будет платить? Ну, конечно же, уголок Дурова, что находится поблизости Манежная площадка Манежная площадка Жарко Парит Будет дождь Но киноаппараты останутся на улицах Москвы Так часто бывало во время наших съемок Дождливое лето выбралось в Москве Наконец-то мы одни Манежная площадка С уверенностью сказать Пока плащи не просохнут Дождя больше не будет Но мы все же воспользуемся солнцем И продолжим наши съемки Нам повезло Мы встретили в этом троллейбусе милых людей Смотрите, в нем не толкаются Признаемся, друзья, не всегда так бывает Так, может быть, нужно побольше прозрачных троллейбусов Где пассажиры у всех на виду? Дождик прошел и цветы, а их так любят москвичи Кажутся еще более яркими и привлекательными Вы много потеряли, если ни разу не побывали в уголке Москвы Который далеко не всем известен За Таганкой на недавней окраине шумит птичий рынок Здесь можно повстречать великих знатоков Настоящих академиков по птичьему делу Если уж мы побывали на птичьем рынке Почему бы не заглянуть в магазины? Подумать только Сколько же поездов должно приходить каждый день В столицу, на ее хлебозаводы, мясокомбинаты и холодильники? Тысячи вагонов в день Почти в каждом районе Москвы свой универмаг Почти в каждом районе Москвы свой универмаг Этому ничего не понравилось Просто у человека плохое настроение Самый крупный универмаг столицы – ГУМ Как вы думаете, сколько покупок совершается здесь ежедневно? В среднем 135 тысяч покупок Дневной оборот торговли Москвы – 200 миллионов рублей Вот так каждый день в государственный банк Стекается поток денежных знаков Чтобы вскоре вернуться к нам же В виде новых товаров Новых магазинов и предприятий Новых квартир и домов Стоит лишь взглянуть на Москву Чтобы убедиться, как планомерно воплощается в жизнь Замыслы и реконструкции советской столицы Москва хорошеет на наших глазах Но не потеряли свои прелести Ее старые улочки, проезды Творения русских зодчиков Они рядом – старая Москва И Москва наших дней Трудно отыскать такое место в столице Где бы не открывались взгляды новые магистрали Просторные кварталы жилых домов Район Песчаный, Автозаводский, Шоссе Энтузиастов Можайское и Ярославское шоссе Один миллион триста шестьдесят тысяч квадратных метров Жилой площади получила Москва в пятьдесят шестом году Но город не устает строить Здесь два района Москвы свяжет Новоарбатский мост Юго-запад Москвы Именно в этом направлении растет и развивается столица Это будет самый красивый район новой социалистической Москвы Не только он Свыше десяти миллионов квадратных метров за шестую пятилетку Тысячи новых жилых домов Поднимемся наверх Посмотрим, кто строит квартиры для москвичей Самых теплых Самых добрых слов заслужили московские строители Вот Павел Гущин Он еще молод, но уже есть у него хватка умелого каменщика И главное, любит человек свое дело, свои профессии Молод А соревнуется со знатным мастером Петром Андреевичем Киреевым Он спокойный и вдумчивый наставник своих товарищей по бригаде Пожалуй, не сосчитать дома, которые Петр Андреевич и его бригада построили своими руками Многие москвичи обязаны им теплом и уютом своей квартиры И семья рабочего Шабалина в доме на Новопесчаной улице И писатели, живущие в доме по Лаврушинскому переулку И среди них один из старейших Федор Васильевич Гладков И артисты, для которых бригада Киреева строила дом на улице Немировича Данченко Мы побывали здесь у кинорежиссера Григория Васильевича Александрова И вместе с ним подумали Давно мы, работники кино, не создавали хороших, волнующих фильмов О людях рабочего класса, таких как строители Москвы В одном из домов юго-запада Москвы живет и Петр Андреевич Гиреев с семьей Мы пришли сюда незадолго до обеда Фекла Афанасьевна, ее маленькая дочка Лида, любят, чтобы за столом всегда был порядок Обычно папа приходит в точно положенный час Сегодня что-то запаздывает Кто из нас перед обедом не любит выпить кружку вкусного московского пива? Особенно если рядом хороших приятелей А эти друзья решили в обеденный час не спускаться на землю Уж очень высоко поднялись стены и перекрытия новостройки Эти руки немало еще построят на своем веку За советские годы многое изменилось в облике Москвы Но есть еще унаследованные от прошлого обветшавшие дома Еще немало в городе квартир, которые мы привыкли называть коммунальными Вот таких, как за этой дверью Тесно здесь Тесно, конечно Да вы ведь и сами знаете На окраинах доживает свой век много повидавшие старомосковские дома У всех у них одна судьба В недавних предместиях за бывшими заставами Город раздается вширь, тесня огороды, хибарки, бараки Скоро соседки и вам собираться Вот так же собираться, как это было здесь, в Щемиловском переулке Где рядом со старым вырос новый дом Такие новосерия можно увидеть во всех районах Москвы Старый дом Сколько прожито, сколько пережито в твоих стенах И покидая тебя, мы сохраним самые добрые воспоминания Может быть, старый московский фотограф Свищев Паоло Не первый раз имеет дело с таким сюжетом То, что сегодня мы снимаем в Москве Завтра уже становится достоянием истории Так выглядел район Лужников в начале года Когда мы задумывали наш фильм Через несколько месяцев мы уже имели возможность запечатлеть иную картину А когда заканчивали фильм, на месте старых лужников вырос город спорта, стадион имени Ленина Эти кадры были сняты в дни спартакиады народов СССР В дни отдыха на стадионы и в парке столицы приходят тысячи москвичей Среди них мы встретили семью Муратовых Папа чемпион мира по гимнастике Мама недавно завоевала медаль в Мельбурне Сережа еще не чемпион, но мы уверены, обязательно будет У каждого свои страсти и каждый отдыхает на свой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если в воскресенье мы наведаемся в Сокольники, нам поневоле припомнятся страницы французских романов, где рассказано о Париже, о Булонском лесе Правда, в Булонском лесу вряд ли можно было увидеть таких всадников Это ведь работница московских заводов А в парках Москвы каждый тоже отдыхает по-своему И весело, и чуточку страшно В полете нужно сохранять полное самообладание А бывают вечера, когда молодость Москвы приходит на свой традиционный бал в колонный зал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Весной в Москве в условный час встречая Блуждаем мы по улицам одни И нас с тобой нисколько не смущая Что всюду светят яркие огни Огни присякли свет садов череных И на траву роняет светлый круг Огни в глазах у множества влюбленных И в том числе у нас с тобой, мой друг Огни, огни Огни зашла моя Москва Вот и приближается к концу рассказ о нашем городе Прощаясь с ним, вспомним слова поэта Москва, как много в этом звуке Для сердца русского свелось И куда бы ни отправлялись люди на крыльях самолета Близко или далеко Всюду их другом будет Москва А в город придет утро Василий Рябов встанет на вахту Уплавильной печи И старый знакомый наш дом Проводит жильцов на работу Как всегда придет Тамара с теплым еще хлебом И почтальон принесет утреннюю почту Выйдет на стройку Петр Гиреев Выйдет на стройку Петр Гиреев А мы простимся с героями нашего фильма С которыми успели подружиться И пожелаем счастья москвичам и Москве Великому городу Другу всех добрых людей на земле Всех кто верит в будущее человечества И стремится приблизить это будущее Светлое как утро Москвы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok